Привет, это у нас рубрика Сток Сегодня поговорим о свежайшей, ярчайшей новинке Волжского автомобильного завода Которая называется Lada X-Ray Кстати говоря, X-Ray это рентгеновский луч В переводе с английского, странное название, не знаю почему его придумали Но звучит неплохо, X-Ray Как бы то ни было Вот этот автомобиль, он по сути дела построен на платформе Renault Sandero Stepway Это переднеприводный хэтчбэк с небольшой внедорожной подготовкой В данном случае нельзя говорить о том, что это точная копия Знаете, есть такой термин, бейдж инжиниринг Он подразумевает, что одна автомобильная компания покупает у другой Права на производство одной из моделей На заводе другой компании на эту машину клеят шильдики заказчика И она становится частью модельного ряда компании покупателя Таких примеров в истории автопрома масса Но здесь все-таки нечто другое Это не точная копия У этой машины другие кузовные панели Другая модельная линейка У нее другой салон Это изрядно доработанный Renault Sandero Stepway И неправильно называть его копией Теперь давайте походим вокруг, посмотрим на какие-то детали Ну, видно, что выштамповки на боковинах, как на Ладе Веста Это X-Face тот самый, придуманный приглашенными дизайнерами Что касается забавного, вот крышка лючка бензобака Открывается на редкость бесхитростно И, наверное, порадует это далеко не всех Наверное, еще есть в мире места, где сливают бензин Ну, бог с ней Подходим к задней части машины И видим, что в нашем случае имеются парктроники И заметьте, парковочная камера тоже имеется Если я правильно понимаю, у нас та версия, которая стоит 700 тысяч То есть в прайс-листе какая-то странная величина Типа 698 тысяч, но 700-700 Теперь багажник Примерно 380 литров объема Там есть подсветочка Вот тут 12-ти вольтовая розетка Что касается каких-то нюансов и странностей Тут вот крепление для груза, ручка Но вот под этой штукой находится какой-то странный плоский объем Который не слишком-то понятно, как использовать Что с ним можно сделать? Можно, казалось бы, вытащить просто-напросто вот эту панель И сделать багажник чуть больше Но тут возникает нюанс Эта штуковина крепится на такой вот металлический уголок Довольно неприятный, надо сказать, элемент Потому что все, что бьется, все, что царапается Встретится с ним в багажнике Поэтому использовать грузовой отсек без фальшпола Ну, иной раз неосмотрительно Кстати говоря, внизу там у нас лежит запаска Отделяет ее от багажника Такая вот мягкая перегородочка Если класть на нее что-то тяжелое, она может поймяться Что касается остального То, на мой взгляд, зря сэкономили на пластиковом покрытии вот этого порожка Но он неизбежно будет царапаться Это не слишком приятно Защита она не повредила бы Но не сделали, сэкономили В этом классе вещь рядовая Крышка, кстати говоря, точнее ручка Ручка находится в центре и довольно-таки далеко от края То есть, в общем, захлопнуть можно Но это требует небольшой тренировки Что касается мотора Залезем туда и Увидим аж целое поле для русификации X-Ray На самом деле, в нашем случае Русификации говорить относительно сложно Потому что здесь под капотом двигатель объема 1,6 Мощностью 110 лошадок по техпаспорту И это как раз агрегат, который, в принципе, происходит Из инженерного подразделения Renault Nissan, скажем так Хотя и производится в Тольятти Но вообще-то тут могли быть два других мотора Это мог бы быть и начальный 106-сильный двигатель И более мощный, объемом 1,8 литра 122 лошадки И то, и другое уже вазовские моторы То есть машина, в принципе, и русифицирована, и модернизирована Но в нашем случае это франко-японский двигатель И франко-японская 5-ступенчатая механическая коробка Кстати говоря, большое спасибо, что механическая Потому что альтернативой выступает жутковатый вазовский автомат Точнее, не автомат, а робот Который мы видели на Ладе Веста, если помните И это конструкция, к которой есть уж как-то слишком много вопросов Так что с механикой версия куда более правильная Что касается всего прочего То о внешности говорить не буду Сами все увидите Давайте-ка лучше посмотрим, как оно выглядит изнутри Пока не сел в кресло, обращу внимание Тут вот обивка местами покрыта символами, напоминающими латинскую букву X То есть концепция X-Face Она соблюдена даже в мелочах И во внешности машины, и даже в отделке Это правильно Что касается всего прочего То садимся внутрь и начинаем осматриваться Во-первых, мультимедийная система Первый бросается в глаза, с нее и начнем Экран установлен достаточно высоко В этом, кстати, отличие от прародителя От Renault Sander Stepway Высоко значит хорошо Потому что не нужно надолго отрывать взгляд от дороги Когда на нее смотришь Что касается самой мультимедийной системы То Экран хороший Даже на солнце рассмотреть изображение можно Хотя, конечно, он бликует, потому что он не утоплен Нет никаких вот таких по бокам штуковин Которые бы загораживали его от солнца Что касается функциональности, то полный порядок Тут все радио, мультимедиа Все как положено Есть даже навигация Причем, в общем, вполне приличная Что касается всего прочего Материалы отделки Ну да, тут жесткий пластик, разумеется Но это недорогой автомобиль И придираться в данном случае грех Есть бортовой компьютер В котором имеется все необходимое И средний расход, и мгновенный И расстояние до пустого бака С этим тоже порядок С другой стороны Вот когда посидишь чуть подольше И попытаешься оценить какие-то мелочи Обнаруживаешь нюансы Вот тут есть щели какого-то непонятного воздуховода Сделаны как-то вот они не слишком, честно говоря Аккуратно Кроме того Когда захочешь открыть или закрыть стекло Обнаружишь, что блок управления стеклоподъемниками Находится не где-то здесь Где его можно легко достать А вот тут И руку приходится приводить в какое-то неестественное Во всяком случае для человека положение Что касается прочего То мы в данном случае сидим в машине Которая относится к одной из средних комплектаций Где-то в середине Находится чуть в сторону самых дорогих Тут есть все, что может быть Про мультимедийную систему я уже сказал Есть стекло с подогревом Если помните, когда мы с вами говорили про Lada Vesta То выяснили, что там вот это стекло работает как-то не очень То есть на морозе нужно очень долго ждать Прежде чем что-то там оттает Сейчас морозов на улице нет Поэтому не удастся выяснить По-другому сделано в X-Ray или так же как там У нас еще есть подогрев сидений Правда однопозиционный То есть не как на корейских там или каких-то других машинах Где можно включить его посильнее, можно послабее Тут можно только включить или только выключить Все, без вариантов Приборная панель Рассуждать о графике не будем Это вкусовщина Но есть нюанс, который не понравится никому Дело в том, что когда выключен ближний свет И машина идет с дневными ходовыми огнями Никакой подсветки нет И в тени или в пасмурную погоду Увидеть цифры, на которые показывает стрелка Да, собственно и саму стрелку Не так просто, как хотелось бы Это, конечно, недоработочка Ну а теперь давайте приведем машину в движение Что касается цифр То они сообщают нам о том, что X-Ray с таким мотором, как у нас 110-сильным, напомню Штуковина довольно резвая По данным производителя, разгон до сотни занимает 10,3 секунды Казалось бы, не бог весть что Но с другой стороны Если вспомнить, скажем Субару X-V со 150-сильным мотором То у нее разгон до сотни длится 10,7 секунды То есть выходит, что она медленнее X-Ray Другое дело, что у более мощных машин И за сотню разгон сохраняется А у такого вот автомобиля он тухнет И, в общем, обгонять на трассе уже не так просто Что касается переключений Тут тоже не все так гладко, как хотелось бы Потому что ход педали сцепления длинный Ход рычага длинный Сам рычаг длинный Включается все, откровенно говоря, нечетко С другой стороны, наверное, у тех, кто привык к ладовской продукции Для них все эти нюансы вроде бы естественны для автомобиля Но если сравнивать с другими машинами То как бы немного не слишком Зато тут есть система подсказок Которая сообщает, что надо переключиться, скажем, повыше Вот как теперь загорел зеленый индикатор В остальном, ну нет Ну не резвая эта машина Хотя, с другой стороны, не сказать, что бы очень медленная В чем приятность? Она в том, что коробка настроена таким образом Что тут сложно серьезно ошибиться с передачей То есть заглушить машину, воткнув что-то не то Не так-то уж и просто Если говорить о ходовой части То в ней все как в Renault Sander SFA по конструкции Но есть и нюансы Когда создавали X-Ray Подвеску все-таки чуть-чуть доработали Увеличили заднюю колею Изменили настройки амортизаторов и пружин Это связано с тем, что Lada тяжелее Примерно на 50 килограммов У нее чуть-чуть повыше грузоподъемность То есть подвеску не изменили, но доработали Чего в ней так и не появилось Так это каких-то, знаете, аристократических, что ли, повадок То есть она ведет себя по-простецки В поворотах машина достаточно ощутимо кренится в сторону Но при этом быть мягкой, вальяжной И какой-то заботливой, что ли, по отношению к водителю На неровностях у нее не получается Сейчас доедем до лежачего полицейского Сами увидите Машину трясет на любых дефектах дорожного полотна С другой стороны, трясти-то она трясет Но проглотить готово все, что угодно Запас энергоемкости очень солидный И поэтому на X-Ray можно достаточно спокойно дубасить И за пределами асфальтовых трасс Но это не будет слишком приятным процессом Однако машина готова претерпевать подобные невзгоды Кроме того, геометрическая проходимость Вот это вообще отдельная история Потому что многие считают X-Ray кроссовером Хотя формально это, в общем-то, хэтчбэк с легкой внедорожной подготовкой Но 19 сантиметров под нищем Короткий задний свес, небольшой передний Все это делает машину достойным конкурентом Тех моделей, которые заявлены производителем как кроссовер У них зачастую дорожный просвет меньше Так что, в общем, с точки зрения российских реалий Вещица-то неплохая Итак, вот, кажется, у нас тут лежачий полицейский перевел Сейчас его на скорости 30 км в час проедем Сами оцените, как это происходит Едем, едем, едем Бум-бум Слушайте, ну могли бы и помягче Сейчас еще один Бум-бум Слушайте, жестковата машина, жестковата Еще, кстати, при внешнем осмотре Я обратил внимание на то, что автомобиль Очень даже прилично собран Швы, стыки Все сделано очень грамотно Смотришь и придраться не к чему Тут, правда, есть нюанс Ведь у нас машина из пресс-парка А такие автомобили иной раз Бывают, знаете, такими специально выбранными Специально подготовленными Сделанными Тщательнее, чем обычные серийные версии Не знаю, как в данном случае Поэтому про качество сборки ничего не скажу В данном случае полный порядок Как на других машинах, бог весть Так, сейчас еще привстанем И пару нюансов сообщу Что хочу сказать Во-первых, руль Он настраивается, но только в одной плоскости Можно чуть вверх, можно чуть вниз Кстати, диапазон не такой уж большой Но он большой на фоне продольной регулировки Которой здесь нет вообще Вот это, кажется, некоторое упущение Что касается кресел Ну, в принципе, удобно Но, когда смотришь на них снаружи Кажется, что тут есть боковая поддержка Вон какой толстенный валик Но он настолько мягкий Что тело в поворотах кресла не держит, к сожалению Зато тут есть система помощи при парковке То есть мы с вами, если включим заднюю То, пожалуйте, вам изображение с камерой Есть, есть парктроники Камера, конечно, не рисует предполагаемую траекторию Но тут уж, знаете ли, не на что жаловаться Достаточно вспомнить, к какому классу эта машина принадлежит Вообще сложный вопрос Сам факт существования X-Ray Потому что очень часто можно встретить мнение Что, мол, для Lada это слишком дорогой автомобиль Что сам по себе бренд не предполагает машин Которые стоят аж целых, подумайте, только 700 тысяч рублей Мне, мне кажется, такая позиция правильная Во-первых, тот же Duster уже сегодня обойдется в целый миллион Во-вторых, из прямых конкурентов, простите, но только что китайцы А учитывая, что этот автомобиль больше французский, чем российский Конкуренцию китайцам он составляет вполне достойную Одним словом, не надо уж слишком уж строго судить Ни Буандерсона, ни его последнее детище Еще под занавес хочется сказать несколько общих вещей Во-первых, у АвтоВАЗа в его нынешнем виде нет продуманного модельного ряда По сути дела предприятие выпускает все, что выпускается и продается Есть еще одна странная вещичка Это доходность Потому что разные машины приносят производителю разное количество денег И тут получается смешная история Потому что самая выгодная и доходная модель АвтоВАЗа И самая экономически неоправданная Эти машины так или иначе связаны с повышенной проходимостью Только вот какое дело Самая выгодная модель Она же самая старая среди всех ВАЗов, которые выпускаются сегодня Это Нива Ну то есть, которая сегодня называется 4х4 Это знаменитая Лада Нива А вот эта машина X-Ray с экономической точки зрения Наиболее невыгодна предприятию сегодня Все из-за того, что степень локализации тут до неприятного низкая И на самом деле, вот тут можно было бы поговорить Зачем ее вообще сегодня выпустили? Зачем сделали дорогущую Ладу Когда не так уж много желающих ее покупать? И вот это вопрос, который возможно Стоило бы задать Бу Андерсону, когда еще был на посту главы АвтоВАЗа А теперь спрашивать, пожалуй, что даже особенное некого Как бы то ни было Если бы на АвтоВАЗе не сделали эту машину Предприятие сделало бы еще один шаг назад Шаг в прошлое Понимаете? Если мы все-таки думаем, что наш единственный, по сути, производитель легковых автомобилей Это живая структура, у которой есть будущее То ей нужны новые модели Пусть они не будут так дешевы, как старые И даже пусть они сейчас не будут так выгодны производителю На самом деле, без труда не выловишь рыбки из труда, как говорится И на мой взгляд, X-Ray это шаг вперед Ну и на этом, пожалуй, что все Счастливо, увидимся в следующих видео Продолжение следует...